Олег Владимирович, добрый вечер. Добрый. Это Владимир Иванович, отец Артёма Милевского. Собственно, хотел с вами приватно побеседовать. Насчёт чего? Ну вот насчёт Артёма хотел с вами поговорить. А что со мной говорить? Ну вот у него сейчас же контракт кончился, сидит, парень страдает. Я понимаю, но вы же не играете в футбол, вы же отец его, да? Я понимаю старшего поколения, я понимаю, я тоже ведь не мальчик. Если он хочет о чём-то говорить, то, наверное, надо, чтобы он пришёл хотя бы поговорить. Дело в том, что он не знает об этом звонке, и я не хотел бы, чтобы он узнал. Он вообще парень хороший, я поговорю с ним строго, по-отцовски. Просто у него ещё детство в одном месте играет. Ну и вот эта его дурная компашка, там, Алиев и прочее, которая его сбивает с пути. С одной стороны, он вас уважает, но с другой боится им. Он говорит, что вы вот его ненавидите. Зависит же от него, а не от меня всё это. Мы же взрослые люди. Сбивают его или не сбивают. Но надо же приходить, наверное, не пьяным на тренировку. Я буду же честно вам говорить. Да, пьяных людей я тренировать не умею. Второе. Почему я его ненавижу, да мне, честно говоря, я такой первый раз слышу. Если бы он играл бы, и не было проблем, и не гулял бы, а сбивает его Алиев или кто-то другой, но он же взрослый человек. Он за это деньги получает, и немалые деньги. За жизнь его. Я с ним не один раз разговаривал. Но так ничем мне это не закончилось. Он не понимает просто. Он считает, что до этого раз он мог гулять где-то там, полночи гулять, а потом играть в футбол. Сейчас это невозможно просто. Я вам просто говорю не как тренер, а как взрослый человек. Я это не понимаю. Это человеческий то и все. Давай, сделай это. Он не понимает. Но он молодой еще. Ну вот деньги увидел, и понеслось все эти бары, дискотеки, клубы. Давайте, может быть, я с ним серьезно поговорю, и я уверен, что он обязательно изменится. Не-не, я не верю в это. Честно говоря, я не верю. Вот я взрослый человек, я не верю. Почему? Потому что и президент с ним говорил, и то говорил. А большие деньги, это не... День ему не просто платится за то, что он в клубы гулял. Понимаете? А деньги платятся за работу. Я сам пахал 20 лет футбол. Поэтому я понимаю, как деньги... Да, понимаю, как и у нас деньги доставались, и как нам доставалось. И сейчас другие деньги, и другой футбол идет, и другое отношение. И кто же мне против? Ну, если эта компания, все эти друзья, которые у него там есть, и он едет отдыхать, не то что готовится, и потом в твиттер выкладывают, где они гуляют, где они пьют, как же он извиниться может? Из-за того, чтобы понимать, что у тебя уже убирают команды, и у тебя заканчивается контракт. Остановиться где-то, где-то за голову хотя бы, или прийти. Сказать, Владимирич, ну простите, все. Он продолжает это, но так же невозможно. Ну что же... Это было когда? Это было... Я еще и в сборной его предупреждал, когда сборную брал, а потом, когда уже в Киевской Динамо пришел, разговаривал. Он не явился на тренировку. У нас тренировка в 12, он пришел в 3 часа пьяный. А что он вообще говорит? То есть в оправдание свое, что он говорит? Ничего не говорит, он молчит. Алиев же это приходит во время на тренировку, Алиев тренируется, да? Будет он играть или не будет, это же другой вопрос. А он не приходит на тренировку. Он опаздывает на тренировку, приходит пьяным. Я что, должен ему в 3 часа звонить и напоминать, что у нас тренировка в 12? Это же это профессиональный футболист, это профессиональная команда. И президент с ним разговаривает. Ну как же. Вы смотрите, у него закончился контракт, да? Динамо Киев с ним контракт не продлевает. Но предложений-то нету. Не, я понимаю, что переживает, я понимаю. Но надо было раньше думать. А сейчас же предложений нет, но он говорит, я Милевский. Я вот сейчас хочу отдохнуть, чтобы вы ко мне пристали. Я Милевский. Идет какое-то непонимание просто. Слушайте, я вам честно и откровенно говорю, у меня председательного отношения к нему нет. Но я не верю, если человек ведет себя, ну мне нельзя. Понимаете? Это человек должен понять. Он говорил, там какая-то запись в интернете появилась, где он не очень хорошо отзывался, ему там кто-то позвонил. Я не абсолютно все равно, что обо мне говорят. Ни все футболисты не могут хвалить меня, вы сами понимаете. Но он говорит, что вот его подставили с этой записью, и он там пьяный был, и вообще не думал, что говорит. Нет, он был в Америке. Причем здесь? Эта запись делалась вот это. Он с Америки позвонили, он отдыхал в Америке, я знаю эту запись. Но мне эта запись, что мне эта запись? Вы должны понимать, я же помимо Милевского, у меня еще есть 25 человек. Это как в школе. Уже кто-то, учитель нравится, кто-то не нравится. Ну что ж тут сделаешь, да? Артем говорит, что ему позвонили и предложили в Спартак переходить. Ну и он, собственно, там как-то не очень хорошо от вас высказался, и вот считает, что после этого вы его стали ненавидеть. И из-за этого с ним контракты не продлили. Спартак, а это при чем? Артем уже тренировал в дубле. Он играл в дубле, при чем здесь? Я его возненавидел, да мне все равно, я еще раз говорю, при чем здесь? Он не разбирается в себе, понимаете, а ищет причину в каком-то другом. Нельзя так. Первое, надо сесть дома, вы сами знаете, и разобраться в своем доме, в своей голове, что происходит. А потом переваливать вину на другого. Понимаете, так очень просто вот сказать. Вот меня Лобановский не любил, поэтому я не играю. Или там Бесков не любил. Или Мауриню кого-то не любит. Это самое простое. Надо просто сесть и, наверное, определиться, а что мешает мне играть. Почему? Почему? Потому что друзья друзьями, да, но деньги-то платятся ему в клубе. Друзья же ему деньги не платят. Он говорит, что команда его поддерживает, что все стали жаловаться, что вот как плохо, что он ушел, там команда плохо играть стала. Никто ничего это не говорит. Это, ну, это какая-то уже, понимаете, это слухи какие-то. Я вообще не понимаю. И я с третьими не занимаюсь, да. Я прямой и честный, и порядочный человек. Не абсолютно, понимаете, что там говорят или как говорят. Если вам хочется сказать, что я его не устраиваю, пускай приди и скажет, скажет мне в лицо. Ну, нет вопросов. Мы же не женщины, да. Он вас уважает и помнит, что вы были великолепным футболистом? Это уже надо забыть, что я был великолепным футболистом. Причем здесь одно к другому. Пещенко был великолепным, Марадонна был. И здесь проходит время уже. Причем здесь уже другое время идет. Может быть, я с ним все-таки поговорю и, ну, может быть, Артему можно было бы дать второй шанс? Это уже десятый шанс. Я лично, лично я, я против. Ну, вот он же не такой хулиган, прям как Алиф. И Алиф тоже не играет. И Алиф играет, правда? Послушайте, у него еще полгода контракт. Выгнать его с команды мы не можем, да? Или надо заплатить деньги до окончания контракта, или он будет сидеть в дубле и получать те деньги, которые это. Так же, как Артем. До окончания контракта он работал в дубле и получал такую же зарплату, как РК основного состава. Алиф тоже самое, и любой тоже самое. У Алифа еще полгода контракт. И с Алифом вы, наверное, тоже контракт не будете продлевать. Контракт не будет, нет, контракт продлевать контракт не будет. Я вам честно и откровенно говорю. Я понял. А, ну вообще, что бы вы посоветовали, ну, что с Артемом можно сделать? У него есть менеджер, у него есть друзья. Не, я вам помочь уже ничем не могу, честно говоря. Если бы это было хотя бы месяца три назад, то это был бы совсем другой разовод. Сейчас помочь я уже ничем не могу. Ну, то есть с Динамо ему места уже не видать в любом случае. Нет, нет. Я вам честно и откровенно говорю. Нет, я вам честно и откровенно говорю. Почему? Потому что я возврата к прошлому не бывает, вы сами. Я вам честно и откровенно, ответьте. Я же не илю, не говорю, ну давайте это. Я честно и откровенно вам говорю, как взрослый человек, как тренер киевского Динамо. Возврата нет. Алиф тоже играть не будет в Киеве. А что вот вы про три месяца сказали? То есть что-то можно было еще сделать? Ну почему? Если бы он пришел хотя бы разоваривал три месяца назад, то это был бы, может быть, совсем другой разовод. И он бы закончил, может, и пьянки, и гулянки, там, не знаю. Это можно было еще как-то разоваривать. А он даже не пришел за эти три месяца ни разу ко мне. Но он боится вас. Почему меня боятся? Когда им надо, они приходят все. Вы сами понимаете, личная жизнь это личная жизнь. Я не вмешиваюсь в личную жизнь. Жениться, там, семьи, машины покупаете, гуляете. Это ваша личная жизнь. Но, извините, футбол, есть футбол, профессиональный футбол. И к нему надо относиться. Можешь гулять и пить? Пожалуйста, мне нет вопросов. Не можешь, тогда выбирай или футбол, или гуляй. Человек там погулял, а мне его тренировать. А как же тренировать, если у него давление зашкаливает, и видно, что человек не может. Чтобы он умер у меня на тренировке, что ли? Этого еще не хватало. А часто пил? Честно говоря, не вникал в эту штуку. Ну, я сейчас уже просто не могу вам сказать. Не, поднимать данные, конечно. Ну, хорошо, хоть вы к нему злобу никакую не испытываете. Да не, ну какая злоба? Ну, о чем вы говорите? Если я буду злобой, я не смогу работать в команде. Вы же поймите. У меня 20 человек, и у меня злоба будет там на двух, трех. А как мне это, коллектив созвать, чтобы они играли в футбол? Не, они помогут и высказывают какие-то мнения для журналистов. Не думая, потом говорят, что злоба. Потому что я сказал, а тренер подумал. Ну, тренер может простить. Я же взрослый человек. Мне 20 лет, понимаете? Я еще раз говорю, будете с ним разговаривать, у меня злобы на него абсолютно нет. Это глупость. Ну, я же еще раз говорю, меня могут там любить, не любить. Но это уже другой вопрос. Мне главное, чтобы меня родители любили, которые умерли. И жена с детьми любила. А все остальное, это работа. Это работа. Профессиональный футбол. Ну, что ж ты сделаешь? Я не обиделся еще раз. Я вам отвечал то, что я отвечал. Но, понимаете, это жесткие шутки, которые я еще раз говорю. Не, они не уместны просто разыгрывать блохина, я считаю. С интернету, и вы же понимаете, что если я завтра дам опровержение всему этому, ну, она же ничего хорошего не представляет, наверное. Но вы нашли такой момент, когда я на сборах еще это, розыгрыш. Ну, совсем не по теме. Я создаю команду, а вы тут создаете это. Я еще раз говорю, я отвечал то, что я отвечал. Давайте еще в нибудь другом-то, да. А не, что-то какой-нибудь рассказать. Я бы с удовольствием вам рассказал бы анекдот. Ну, расскажите. Да нет. У меня просто работа, извините, сейчас. Я просто еще раз говорю. Если бы просто других дел не было, и до розыгрышей бы, я бы понимал, что это. Нет, но я с вами полностью согласен в том, что если человек профессионально чем-то занимается и получает за это такие деньги, то он должен полностью выкладываться. Он же не может делить и так. Если может, пожалуйста. Если он хочет, чтобы он умер на футбольном поле, тоже, пожалуйста. Это же его проблема. Тут надо просто выбирать, что есть какой-то период времени, когда ты играешь, занимаешься вот этим делом, да, играешь в футбол. За это время надо заработать деньги, а потом можно пойти в клуб или еще куда-то погулять. Оно не уйдет никуда. Молодежь просто хочет все сразу совместить, такое редко бывает. Поэтому кто имеет голову на плечах и может от соблазна, как говорится, отойти, то он тогда и действительно играет долго и хорошо. Догонять их надо всех по полю, чтобы отрабатывали. Не получается. Это же не только общество. Это, наверное, зависит еще от воспитания родителей, смотря откуда и чего. Это комплекс. Почему? Ну, потому что на страну все можно свалить очень быстро. Это их не проблема. Деньги он имеет право, если он заработал, имеет право использовать так, как он хочет. Лично его жизнь, это его личная жизнь. Основная работа должна быть основной работой.